Всего за неделю с начала отопительного сезона в республике от угарного газа пострадали 27 человек. Есть первые жертвы, двое погибших. Больше всего случаев отравления зафиксировано на Востоке. Службы ЧС региона объявили месячник по профилактике подобных инцидентов. В рейд вместе с ними отправились и наши корреспонденты. Весна и осень традиционно сезон повышенного количества отравлений угарным газом. Сильных холодов нет, печи работают не в полную силу, а люди могут не замечать задымления. Отсюда и печальные последствия. С начала отопительного сезона к нам уже поступило 8 человек. Из них 3 человека были в достаточно тяжелом состоянии, то есть потребовали нахождения даже в отделении реанимации. Все получили токсическую энцефалопатию. Ермек Кабдулин как раз один из пострадавших. Его только перевели из реанимации в обычную палату. Говорит еще с трудом и до сих пор не может поверить в свою удачу. Потеряв его на работе, домой за ним пришли коллеги. Я не помню, как я здесь оказался. Горноказбур, пожарное причало. Чтобы предотвратить смертельную опасность, сейчас служба ЧС ежедневно проводит рейды. Обходит частный сектор, дают консультации с жителем. В первом же доме нарушение. Нельзя сушить на печке, оставлять материалы для ключей. Оксана Климова, хозяйка дома, признается, пожарные пришли вовремя. Заодно подсказали, как правильно отремонтировать печь. Делаем ремонт печки, мажем, все делаем, замазываем, чтобы нигде ничего не дымило, не пропускало. Но немало и тех, кто соблюдает все правила пожарной безопасности. У Соберы Смирновой, к примеру, в доме полный порядок. Она сама готова проконсультировать соседей. Шутит, муж научил. Все время очистить и весь разговор. Он плохо тянет, он залазит трубу, прочищает. Здесь у нас дверка есть, открываем всю золу, где-то больше ведра у нас получается сажи. И так за зиму 3-4 раза мы чистим. Но и это не повод успокаиваться, заявляют честники. Шесть человек получили отравление угарным газом без нарушений требований пожарной безопасности. То есть, хотел бы сказать, что какие-то случаи. Это, во-первых, отсутствие тяги в печи, то есть силу погодных условий. Затем элементарное закрытие заслонки вечером. Самое время задуматься, предупреждают эксперты. За прошлый отопительный сезон в области от угарного газа пострадали 83 человека. 9 из них погибли. Анна Лисенберзина, Аслан Тулепов, Восточно-Казахстанская область, Хабар-24.